Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Как говорят, готов сани лето. Вот это как раз ситуация про тепловиков. Тепловики готовы. Как котельная в поселке Томильно справляется с отопительным сезоном, расскажем в выпуске. Сад очень современный. Такие достаточно крупные окна, остекления, современные решения, широкие коридоры. Инфраструктура ЖК Желебина парк расширяется. Мне нравится эта экскурсия. Я хочу, чтобы были под такие экскурсии почаще. В Люберсах курсирует новогодний автобус. Я уверена, что они быстрее вызовут от эмоционального подъема сил. Для маленьких пациентов в детской больнице устроили настоящее волшебство. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомств отчитались в проделанной работе главе округа Владимиру Волкову. С докладами спикеров ознакомилась и наша съемочная группа. 1915 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшую неделю. 17 преступлений стражи порядка раскрыли по горячим следам. Всего за отчетный период возбуждено 23 уголовных дела. У нас в микрорайоне Мирный был разбой нападений на квартиру. Тоже гастролеры, которые с Волгограда кочуют сюда обратно, рабочие напали на молодую семью. Отобрали телефон и деньги. То есть люди задержаны. Тоже проводится проверка. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 9 возгораний. 4 из них в черте городского округа Люберцы. В результате происшествий пострадавших нет. Хотелось бы обратиться к управляющим компаниям и к населению. Пожарные машины – это крупногабаритная техника. Летать мы еще, к сожалению, пока не научились. Все-таки просьба убедительная усилить расчистку дворовых проездов. Ну и население попросило бы не загромождать пожарные проезды в связи с тем, что подъехать по внутренним дорогам очень тяжело. Обильные снегопады стали главной темой этого оперативного совещания. За прошедшие выходные в регионе выпала двухмесячная норма осадков. Подрядные управляющие организации перешли в усиленный режим работы. Всего было приличено 122 единицы спецтехники и средств маломеханизации. Задействовано 1088 человек. В первую очередь специалисты приводили в порядок входные группы, тротуары, пешеходные дорожки и проезды. К концу недели, по прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Руководителям управляющих компаний поручили взять под особый контроль работу по вывозу снега. Требует особого внимания также очистка крыш МКД и социальных объектов от наледей и сосулек. Луиза и Геозырян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе состоялась завершающая в этом году встреча с жителями. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, депутатам, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов. О том, что беспокоит жителей, расскажут мои коллеги. «Сделать аллею славы, как раньше было, когда идешь на заводе, то есть там династии, скажем так, трудовые, но, допустим, испытатели, что у нас везде были знаменитые испытатели, что у Миля». Сергей Белоусов работает в Национальном центре вертолетостроения. Промышленное предприятие находится в Томилине, на улице авиаконструктора Миля. Вечером тротуар погружается во тьму. Сергей Александрович попросил решить вопрос со священием и предложил создать аллею героев. «Это воспитание молодежи именно в плане патриотического воспитания. И также прививается любовь к трудовым профессиям. А люберцы все-таки являются именно колыбелью, как получается, вертолетостроения. Здесь у нас работал Миль, у нас работал Камов. Пообещали рассмотреть этот вопрос и, скажем так, может быть, где-то и организовать взаимодействие непосредственно с заводом». Много обращений по качеству капитального ремонта жилых домов на улице Лорха, содержанию дворовых территорий и кровель зимой. Зинаида Гордашевская живет на школьной улице в Краскове. Как старшая по дому, обратилась с просьбой навести порядок в местах общего пользования. «У меня вопросы с мусоропроводом были, с крыльцом ступеньки были. Обещали все мои заявления проверить и с ответом все уладить». На встрече рассмотрели вопросы продления 31 маршрута до жилого комплекса «Кореневский форт», строительство консультативно-диагностического центра на территории Красковской больницы, доставку почты в СНТ. Все обращения и просьбы зафиксировали и взяли в работу. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 71 котельная обеспечивает теплом и горячей водой жителей городского округа. Еще летом каждая из них прошла плановую подготовку к зиме, и сейчас все объекты работают в штатном режиме. Как справляется с отопительным сезоном котельная в поселке Тамилино, узнали мои коллеги. 44 многоквартирных дома и 5 социальных объектов обслуживает котельная на улице Гоголя. 5 современных котлов обеспечивают бесперебойную подачу тепла и горячей воды, а запас мощности позволят справиться даже с самыми суровыми морозами. «В рамках подготовки к отопительному сезону были проведены все регламентные работы, в том числе замена двух насосов. Одного насоса горячей воды, а одного – отопительного. В данный момент ведутся как мелкие работы, в основном это автоматика, поддержание рабочего состояния, балансировка сетей, чтобы каждый жилой дом не нуждался в потребностях горячей воды и отопления». В котельной круглосуточно дежурят операторы и слесарь. Они следят за работой оборудования и готовы оперативно сработать при внештатной ситуации. «Как говорят, готов сани летом. Вот это как раз ситуация про тепловиков. Тепловики готовы к глобальному понижению температуры. И на сегодняшний день мы видим, что зима, настоящая русская зима. И я уверен, что даже при температуре минус 25-30 градусов наши котельщики, тепловики с поставленной задачей справятся». При сбоях подачи тепла жители городского округа могут обратиться в единую диспетчерскую службу. По регламенту управляющие ресурсоснабжающие организации отрабатывают заявки в течение суток. Луиза Игия Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Жилой комплекс «Желебино-парк» появился на карте Люберец несколько лет назад. Наряду с домами в микрорайоне возводят и объекты социальной инфраструктуры. Осенью следующего года здесь откроют двери детский сад. Владимир Волков проинспектировал ход строительных работ дошкольного учреждения и открыл пешеходную зону, которая соединила Москву и Люберцын. «Стадиончики вон сверху, слева». «Это всё плитка, это всё выложено.» «Да, да будет очень красиво». На улице лётчика Ларюшина к строительству детского сада, рассчитанного на 350 мест, приступили осенью прошлого года. На объекте трудится 80 человек. «На текущий момент завершаются фасадные работы, внутри прокладываются инженерные коммуникации и выполняются отделочные работы». Строители выравнивают стены и готовят их к покраске. Проводят электромонтажные работы. Помимо игровых комнат и спален, в детском саду будут физкультурные и музыкальные залы, кабинеты логопеда и психолога. «Сад очень современный. Такие достаточно крупные окна, остекления, современные решения, широкие коридоры. Но самое главное, это первый объект, но не последний. Здесь, на территории этого микрорайона, также уже строится школа. Школа на полторы тысячи мест. Ещё один детский сад будет построен и открыт также в третьем квартале 2024 года». После посещения детского сада глава округа вместе с жителями жилого комплекса «Жулебина парк» открыл новую пешеходную зону, которая соединила улицы Шоссейную и маршала Полу-Боярова. «Тяжело, конечно, было без прохода, потому что у нас, получается, ЖК изолирована от всей инфраструктуры города Люберца. Школа, детсады, куда мы приписаны, приходилось идти в обход через Новорезанку. Первый шаг сделан. На шоссейную улицу дорога пока пеша открыта. Мы этому очень рады». Тротуар длиной более 800 метров на протяжении всего пути освещен. Весной здесь запустят движение автомобилей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа Люберцы прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники поддержали внесение изменений в бюджет округа на этот год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. Подробности далее. На заседании присутствовали 27 депутатов. В первую очередь они ознакомились, какие изменения претерпел главный финансовый документ городского округа. Доходы бюджета на 2022 год увеличили на 1,201,183,000 рублей, а расходы на 912 миллионов. Таким образом, дефицит бюджета снизится почти на 20%. «Изменения обусловлены следующими причинами. Это изменение. Закон Московской области о бюджете Московской области на 2022 годы, планы в 2023-2024 годы. Государные государственные программы Московской области и муниципальные программы городского округа любят». Также на заседании утвердили новую структуру администрации округа. Изменения коснулись перераспределения обязанностей между заместителями главы муниципалитета. «Блок культуры теперь у нас под первым заместителем главы администрации. Блок управления молодежи у нас под заместителем главы администрации, координирующим вопросы СМИ. И организационное управление у нас перешло в прямое подчинение главе». Народные избранники поддержали это решение единогласно. Также они проголосовали за внесение изменений в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа. В Люберцах дан старт новому крупному инвестиционному проекту. В поселке Тамилино появится мультитемпературный производственно-складской комплекс. Глава городского округа Владимир Волков и генеральный директор компании Владимир Спиридонов подписали соглашение о сотрудничестве. За церемонией наблюдали мои коллеги. Благодаря строительству нового производственно-складского комплекса в Люберцах появится 1100 рабочих мест. На предприятии общей площадью 62 тысячи квадратных метров разместится 4 цеха по переработке продукции. Это мясопереработка, обвалка мясной продукции, рыбный цех по переработке рыбной продукции и дальнейшей реализации, переработка замороженных овощей и фруктов в дальнейшей реализации. Строительство объекта начнется в начале следующего года. Его открытие запланировано на ноябрь 2023-го. Для округа это станет знаковым событием. Это очень серьезный, знаковый инфраструктурный объект, тем более 400-летие. В следующий год у нас в юбилении, в городе исполняется 400 лет, поэтому этот объект войдет как бриллиант в жерелье тех объектов, которые будут реализованы. Владимир Волков поручил своим профильным заместителям оказаться действием новым инвесторам. Как и все предприятия, работающие на территории округа, они могут рассчитывать на различные меры финансовой поддержки. Луиза Игия-Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Центральном поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы заработал новый рентген-кабинет. Современное оборудование поступило в медучреждение по госпрограмме здравоохранения Подмосковья. Подробнее о его возможностях Луиза Игия-Зарян. Цифровой рентген-аппарат нового поколения. В отличие от своего предшественника, не нуждается в проявочной машине и дает более четкое информативное изображение. Еще один самый главный плюс этого оборудования – минимальная доза облучения. Был капитально отремонтирован кабинет рентгенологический. Менялись все инженерные сети, оконные рамы. Капитально выравнивались стены, замена дверей на рентген защитные. Новая высокотехнологичная техника позволит точнее определять патологии костей, суставов и внутренних органов. От точности поставленных диагнозов зависит успех лечения пациентов. Задача, чтобы житель не выезжал из района. Более того, мы проговорили с врачами. Сегодня есть некое обязательство, что человек, который осматривает и дает консультацию врач, должно быть подтверждением второго врача. Как правило, это моники, особенно если серьезные случаи. При необходимости могут отправить их к третьему врачу. Что немаловажно, рентгеновское оборудование отечественного производства. Кроме центральной поликлиники, подобные кабинеты появились также в 11 и 6. В Подмосковье запустили специальный автобус, в который можно принести помощь для участников специальной военной операции. Он начал курсировать 18 декабря и до конца следующей недели посетит 8 городов. Маршрут микроавтобуса был проложен и в городском округе Люберцы. Надпись на этом микроавтобусе «Сбор помощи для наших защитников» привлекает внимание прохожих. К мобильному пункту приема периодически подходят люди разных возрастов. Сегодня каждый старается помочь в меру своих возможностей. Элементарно, все-таки Новый год, поэтому чай, кофе, конфеты, шоколадка. Ну такое, в общем-то, оно элементарно в обычной жизни, но не знаем, чем можем, тем поможем. Помощь нужна любая, причем не только продовольственная. От спичек и зажигалок до спальных мешков и портативных газовых горелок. Благотворительную акцию организовали волонтеры Подмосковья совместно с Министерством информационных и социальных коммуникаций, а также Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В наше время тяжелое для нашей страны. Всем важно помогать, даже какой-то мелочью тем же самым. Просто подойти, помочь или сделать что-то приятное. Вышить какие-то записочки, носочки. То есть для многих людей это будет ничего значить, а салатом будет это очень приятно, поскольку они защищают нашу страну. Собранную помощь сначала отправят на склад в Балашиху. Там она будет отсортирована и упакована волонтерами, а затем направлена в места дислокации российских военнослужащих, в том числе на передовую. Маленьких пациентов Московского областного центра охраны материнства и детства в преддверии долгожданных зимних праздников ждал сюрприз. Ребят, находящихся на лечении в больнице, поздравили новогодние волшебники. Новогодний десант готовится к праздничной спецоперации. Дед Мороз и Снегурочка по тросам спустились с крыши детской больницы и заглянули в каждое окно, чтобы помахать ребятам и создать новогоднее настроение. Мне понравился Дедушка Мороз. Хотелось бы, чтобы они сюда поднялись. Через несколько мгновений желание исполнилось. Новогодние волшебники вместе с волонтерами Подмосковья пришли к ребятам не с пустыми руками. Дедушка Мороз тебе подарок привез. Эту акцию добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области проводят в Люберцах второй год. Дети находятся сейчас в такой ситуации, когда им больше всего на свете нужно хотя бы маленькое, небольшое новогоднее чудо. У детей просто отчасти глаза загораются, потому что Дедушка Мороз их и снаружи поздравил, и внутри пришел, и все желания им исполнил, и подарки подарил. Это ли не чудо? Дети были все такие радостные, никогда такого не видели шоу. И мы, взрослые, сами были удивлены такой подачей праздника. Я уверена, что они быстрее выздоровеют от эмоционального подъема сил. Встреча с зимними волшебниками отвлекла детей от мысли о болезни. У ребят поднялось настроение, а значит, они быстрее выздоровеют и вернутся домой. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе впервые стартовал необычный проект «Новогодний автобус». Школьники вместе со сказочными героями отправились в увлекательное путешествие по Люберцам. С ребятами прокатились и мои коллеги. В свое первое путешествие по Люберецким улицам новогодний автобус отправился строго по расписанию. Пассажиры, учащиеся 4-го лицея. Кикимора в игровой форме рассказала ребятам о почти 400-летней истории Люберец. После Бородинского сражения 1-я и 2-я русские армии под предводительством кого? Кутузова. Совершенно верно. Молодец, мальчик Кутузова. Остановились в этом селе на отдых. Вот, пожалуйста, справа посмотрите. Во время поездки по Зимним улицам ребята поучаствовали в анимационной программе и окунулись в историю родных Люберец. Где жил и учился первый космонавт, почему пруды называются Наташинскими, в каком году Люберцы окончательно получили статус города и другие интересные факты из истории Люберецкого края. Мне нравится эта экскурсия. Я хочу, чтобы были бы такие экскурсии почаще. Конечная остановка новогоднего автобуса – Центральный парк. Здесь юных путешественников уже ждал Дед Мороз. Он подготовил для ребят много сюрпризов – зимние забавы, песни и хоровод вокруг ёлки. Мне понравилось представление. Мы здесь играли, плюс мы получим подарки. Мне здесь всё нравится. Хочу, чтобы так было каждый Новый год. Развлекательная программа проходит в рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». В течение двух недель новогодний автобус совершит 28 рейсов. В увлекательной экскурсии по Люберцам в преддверии главного новогоднего праздника поучаствуют около тысячи школьников. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Главный праздник зимы всё ближе. И детвора, и взрослые с нетерпением ждут Новый год. И верят, что в сказочную ночь исполнятся все заветные желания и непременно произойдёт чудо. Воспитанники детского сада «Журавушка» каждый год делают новогодние игрушки своими руками. Сегодня ребята мастерят поделки из бумаги. Ребята, мы ждём все с вами чудесного волшебного праздника. Новый год. И, конечно, в преддверии этого праздника все украшают лесную красавицу, пушистую красивую ёлку. И чтобы она была такой чудесной, красивой, мы с вами сделаем сегодня игрушки. Девочки старательно склеивают символ наступающего года – зайчика, а мальчишки – доброго волшебника Деда Мороза. Наши дети очень любят мастерить, делать своими руками, в нетрадиционных техниках работать. И, конечно же, к каждому празднику у нас проводится в детском саду выставка. Дети всегда любят творить своими руками. Много очень творческих идей. Иногда даже мы что-то от них узнаём нового, какие-то идеи. Украшая самодельными игрушками пушистую зелёную красавицу, ребята загадывали заветные желания. Я хочу, чтобы Дедушка Мороз принёс людям все счастье. Новогодние подделки малышей можно увидеть и на выставке, которую в детском саду проводят с наступлением зимней сказочной поры каждый год. С Новым годом! В Люберцах завершился муниципальный этап конкурса «Рождественский подарок». В этом году на суд членов жюри подано более 600 работ, которые прошли предварительный отбор в школах и детских садах округа. Тему продолжит наш корреспондент. Здесь большую часть выполнял сначала родитель или педагог, который помогал создавать каркас, основание этой игрушки. А ребёнок дальше уже раскрашивал. В качестве члена жюри ежегодного детского конкурса Анастасия Ткачёва впервые вместе с коллегами она тщательно рассматривает каждую подделку. Выбрать лучшие среди лучших всегда нелегко. Этот конкурс переносит нас в детство. И впервые окасавшись здесь, увидев это количество работ, я себя почувствовала вообще как будто в мастерской Деда Мороза. Глаза разбегались, каждая работа индивидуально наполнена творчеством, воображением. Действительно, двух одинаковых работ здесь не найдёшь. В каждой своя изюминка и уникальность. В номинации «Новогодняя красавица», например, есть подделки, созданные из шоколада или макаронных изделий. А некоторые работы, к приятному удивлению педагогов, выполнены в традиционной русской народной технике. Так называемые ватные игрушки. Это очень приятно, что такие игрушки и такие техники передаются с поколения в поколение. И присмотритесь, пожалуйста, возможно, вы видели такие игрушки на детских фотографиях своих мам или бабушек на новогодней ёлке. Ёлочки со звёздами, вернее, ввязанные крючком. Это работа очень тонкая. На сегодняшний день, хотя это и старинный вид рукоделия, но современные дети, к сожалению, уже утрачивают эти традиции. Им очень трудно держать крючки, спицы в руках. Очень тяжело идёт этот процесс. И, как правило, они выполняют его сами, без помощи родителям. Перед тем, как попасть на эту выставку, каждая подделка прошла отборочные этапы. Возраст участников от 3 до 17 лет. Это воспитанники дошкольных и общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы. Данный конкурс у нас проходит ежегодно, но он стал уже традиционным. Ребята очень любят принимать в нём участие. Работ с каждым годом у нас всё больше и больше. Вот в этом году у нас более 600 работ по принятым заявкам. В этом году пять номинаций. «Ёлочная игрушка», «Новогодняя красавица», «Символ года», «Зима в Подмосковье» и «Люберцам-400». В каждой из них определили несколько победителей и призёров. Авторы лучших работ будут отмечены управлением образованием городского округа. Луиза Игиазырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. По традиции, каждый год в конце декабря в Люберцах открывается «Ёлка главы». Во время театрализованного представления маленькие люберчане встретились с любимыми сказочными героями. В зимнюю атмосферу праздника окунулись и мы. «Зайка, привет! Я символ 2022 года. И всё самое-самое хорошее теперь я передаю тебе. А я это вдвое приумножу. С Новым годом!» Приближается время чудес и волшебства. На ёлку мальчишки и девчонки пришли в карнавальных костюмах. И каждый ребёнок сегодня в предвкушении праздника. «Я жду от этого представления положительные эмоции, яркие картинки». «Я хочу, чтобы Дедушки Мороз вас поздравил». «Жду Новогоднего чудо и Дедушку Мороза». Перед началом новогодней сказки ребята поучаствовали в интерактивной игре. Вместе с тигром, зайчиком и с никовиком пел и танцевал весь зал. И, конечно, все с замиранием сердца ждали начала представления. Открывается занавес, сказка начинается. «Добрый путь!» Муниципальную ёлку «Волшебная книга Деда Мороза» посетили более тысячи люберчан. Это дети участников СВО, ребят из многодетных семей и другие льготные категории граждан. После представления каждый получил сладкий новогодний подарок. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Как отметить день рождения, чтобы он остался позитивным воспоминанием на долгие годы? Сделать праздник оригинальным и увлекательным поможет компания «Квест Китс». У Дедушки Мороза нужно целый год вести себя хорошо. А у меня можно хотя бы один день, справитесь? Сегодня ребят ждала интеллектуальная, интерактивно-развлекательная игра «Вечеринка с Сантой Клаусом». Для выполнения заданий участники проявили свои знания, интуицию и сообразительность. Здесь весело, мне нравятся конкурсы. На праздники чаще всего присутствуют дети разных возрастов. Чтобы все включились в игру, организаторы подбирают задания разной сложности. Проходя этапы конкурса, детям важно не только проявить смекалку, но и уметь работать в команде. Самое трудное было, чтобы наша башня устояла. Кроме музыкальных и интеллектуальных конкурсов, ребятам пришлось пройти ряд непростых испытаний. Например, съесть гремучую смесь соли и сахара, прокатить носом яблоко по полу, окунуть лицом в тарелку с пеной для бритья. Анимационные программы рассчитаны для детей от 4 лет. Развлечение по душе найдется для каждого. Различные мыльные шоу для совсем маленьких детишек. Для возраста постарше мы можем с вами устроить химическое шоу или научное шоу, где будет взрываться, летать, молнии можно будет поймать собственными руками. Для еще старшего возраста у нас идет лазертак, фокусы. Аниматоры могут разработать программу индивидуальную. К ней могут подключиться даже взрослые. Мне понравилось, я хочу таких конкурсов участвовать. Компания «Квесткидз» занимается организацией выездных праздников в Москве, Подмосковье и других регионах России. В интерактивных играх, развлекательных шоу и квестах могут принять участие и дети, и взрослые. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Грамотно презентовать себя и свою компанию, четко сформулировать мысль и донести ее до аудитории. Об этом расскажут на мастер-классах, которые проводят на ЛРТ для экспертов, работающих в разных бизнес-нишах. Помогут в студии телеканала и создать видеовизитку. В мастер-классе по подготовке к созданию видеовизитки, которую провела генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева, сегодня принимает участие «Неймс-клуб Москва-22». Сообщество образовалось месяц назад, но уже объединило более ста предпринимателей. И каждый из них хочет научиться правильно доносить свои креативные идеи до аудитории. Каждый участник нашего клуба очень многогранный, у него есть таланты. Не все могут вот этот вот барьер, который между «я могу дать» и «я хочу взять», состоит в том, что нет манифестации правильной. И то есть вот эта визитка и есть вот эта манифестация «я есть», «я здесь», «приходи ко мне». Вот, собственно, поэтому эта визитка нужна. Мастер-класс начался с незамысловатых, но действенных упражнений. Основное внимание на произношение, артикуляцию и голос. «БГ, БГИ, БГИ». Задания усложняются. После артикуляционной гимнастики – упражнения для дыхания. Теперь участники мастер-класса готовы к следующим творческим испытаниям. «Как самые маленькие жители округа готовятся к Новому году. Смотрите, все жарите». Бизнес-леди Патимат Али Гаджиева работает в строительной компании. С клиентами находит общий язык легко. От мастер-класса осталось под впечатлением. «Для меня это было очень сложно, волнительно. И интересно. Мы для работы будем снимать видеовизитку. И как раз таки, посмотрев сегодня, вот это все, как происходит, как нужно себя там, как презентовать, да, говорить о себе, как речь поставить. Мы будем тренироваться и к вам вернемся записать видеовизитку». Креативно поздравить с праздником родных и друзей, создать видеовизитку для компании в студии нашего телеканала может каждый. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте ЛРТ.ТВ или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова